Капитальные ремонты в городских школах продолжались все лето. К началу учебного года практически все учебные заведения Черноморска были готовы к приему школьников. В этом учебном году в городе очень большой набор первоклассников, не только в нашей школе. И городские власти не остались в стороне. Они помогли оборудовать полностью новый кабинет для наших первоклассников. Была закуплена мебель, были поменены окна на металлопластиковые. Ну и, конечно же, родители не остались в стороне. Они закупили шторы, помогли установить доску и поучаствовали в ремонте этого класса. В течение летних каникул в третьей школе велись не просто текущие ремонты, а масштабные реконструкции. Мне пришлось вызвать директора больную из дому, так как не был никто предупрежден о том, что будут нас посещать гости. Ко дню знаний за счет городского бюджета в школе были закончены все запланированные работы. Вот это наши отремонтированные работы. На первое число все функционировало, а сегодня уже 8 сентября и все недочеты устранены. А не так, как к нам в середине августа приехали представители партии Ведротжиня, без предупреждения, не зайдя даже в кабинет, не поставив никого в известность. Все начали снимать и вести себя, ну скажем даже по-хамски. Не предложить ни помощь, а просто увидеть, что все люди работают. И к первому сентября все было закончено. Дооборудовать и обновить школу никогда не поздно. К этому процессу подключились и недавние гости школы номер три. В ходе визита партии Ведротжиня мы попросили их сделать хоть какую-то лепту внести и помочь школе сделать решетку между вторым и третьим этажами. Ну вот с 7 числа они привезли нам эту решетку, но она не соответствует размерам и эстетический вид тоже не очень хороший. Вопрос о том, как подготовлены школы Черноморска к новому учебному году, рассмотрели депутаты постоянной комиссии по вопросам образования, охраны здоровья, культуры, спорта и по делам молодежи на заседании в среду. После доклада специалиста городского отдела образования, члены комиссии единогласно приняли информацию к сведению, отметив работу профильных служб. Это вопрос многогранный, он охватывает как подготовку техническую, ремонты в школах, оснащение кабинетов учебных, это еще и учебники, это проблема сегодня подготовки школьного питания и очень большой круг проблем, которые касаются вот теперешнего периода организационного. И комиссия пришла к единому выводу, что такого ремонта и проголосовала как никогда не просто за принятие информации, такую стандартную фразу, а отметить огромную работу всех, прежде всего это педагогические коллективы. Я хочу сказать огромное спасибо еще родителям, потому что вот власть делает много для школ, но вот изюмин, когда дойти до конкретного ребенка, мы знаем, что в классах руками с заботливыми родителями тоже было сделано очень многое, поэтому школы города распахнули свои двери готовыми. В ходе комиссии были также рассмотрены вопросы отдела по делам семьи, молодежи и спорта. Один из них касался внесения изменений в целевую программу «Спорт для всех» на 2016-2018 годы. Изменения вызваны тем, что в смете увеличивается сумма расходов на эту программу в связи с тем, что вводятся три ставки инструкторов по работе с детьми, с населением в рамках этой программы. Ставки вводятся, две ставки – это по гребле и каноэ. Инструктора уже занимаются с детьми в этих группах. Сейчас надо обеспечить оплату их труда. А также ставка специалиста, которая тоже работала летний период на четвертой школе с детками по месту жительства. То есть дети проходили оздоровительно-спортивную работу. Кроме этого, депутаты приняли к сведению отчет об итогах оздоровления и отдыха детей в летний период нынешнего года. Очень важное значение имел оздоровительный отдых. Вот лето закончилось, вроде бы оно сейчас не актуально. Но на самом деле итоги и уроки, которые сейчас проводятся, они очень важны. Потому что прозвучала цифра, более 4 тысяч детей получили оздоровление через детские пришкольные лагеря, через трудовые. Кстати говоря, недавно подвели итоги. Дети с огромным удовольствием не просто в нашем городе отдыхают, они учатся работать, они его убирают, они прикладывают свои силы. Вот это чувство патриотизма, оно всегда воспитывается потихоньку. И в этом году желающих было огромное количество. На следующем заседании комиссии депутаты планируют рассмотреть вопрос питания детей в школьных столовых.